Здравствуйте! Уж сколько мы уповали на обещание Федерального Минпроторга о том, что если не в 2016, так хотя бы в 2017 году железно государство введет по аналогии с вечно гниющим нашим Западом продуктовые карточки для малоимущих. Говорилось, что сделают программу так же, как у них на Западе. По карточкам можно будет приобретать исключительно продукты, закупленные государством у своих же фермеров. Очень сильно на это рассчитывали. Поговорили, к сожалению, и бросили. На днях Минпроторг сообщил, что для этой программы надо слишком много денег, в бюджете их нет. Но о том лишь умолчал, что деньги эти на самом деле и так выделяются из бюджета, правда, в виде копеечных пособий, несуществующих льгот для малообеспеченных, наподобие льготного проезда в несуществующем государственном транспорте. Выплат там по 70, 80, 100 рублей, на которые ничего не купишь, ну и прочих подобных денег. Этих денег, конечно же, вполне могло бы хватить на оптовую покупку для людей самых необходимых продовольственных наборов. И бедным приварок на стол, и фермерам гарантированный сбыт своей продукции. Сколько уж мы говорим об этом сбыте. Что есть гарантированный сбыт? Это новые рабочие места. Это налоги. А отсюда это дороги, школы, трактора. Ведь не зря говорится, что на одно рабочее место в селе создается порядка 50, а то и больше, рабочих мест в остальных сферах. Но все это чиновники Минпроторга не учли. Теперь, как всегда, деньги государства пойдут на закупку продовольствия за рубежами нашей страны. Как пишут эксперты, на это тратится порядка 30 миллиардов долларов ежегодно. А нищие получат ничего не решающие пособия, о которых мы уже сказали. Но разве можно говорить о том, что у нас действительно социальное государство при таком-то подходе? Да и в наших пенатах ситуация не лучше. Вот поглядите на список командировок наших областных руководителей. Израиль, Египет, Китай, Белоруссия в лучшем случае. Везде договора заключаются на поставке продуктов. А наши колхозники затоварились и не знают, куда сбыть свое мясо, свои овощи. А мы удивляемся, что-то в магазинах нет ничего своего. Про израильская картошка, там египетские, там корнеплоды другие. Умиляет меня вопрос у губернатора, который он сейчас стал задавать. А чего это у нас овощи дорожают? Так ведь доллар растет, а у нас все за него покупается. А не за рубли. У наших местных колхозников как могло бы быть? За рубли бы ничего не дорожало. Ну ладно, идем дальше. На каждой встрече с фермерами поднимается один и тот же вопрос. Специально государство спустило населян Ростсельхознадзор с цепи? Или это желание выслужиться наших местных чинуш этого ведомства? Поглядите, что делается. Проверяют всех и вся. Идет тотальная попытка все проверить, все что можно. Выписываются штрафы, от которых разоряются. Вчера еще нормально работающие сельские предприниматели министерства эту проблему знают. Знают эту проблему органы местного самоуправления. Но ничего поделать не может. А за что штрафуют-то? Вот, например, один мой знакомый фермер, очень крупный, известный, разместил у себя за своей фермой кучу с навозом от своих собственных коровок. Ну, дабы по весне в качестве удобрения внести на поля. Ну, до чего дожили? Мало того, что штраф паяли, так его еще чуть в тюрьму после этого. Значит, за то, что не было у него сразу этих денег-то. Ну, бывают такие времена, что не надоилось там достаточное количество молока, не продалось. Так вот, чуть в тюрьму не укатали. Ограничились обязательными работами. Убирал территорию. Да и то, без него за эти там 15 суток еще коровы-то могли перемиреть все. И эти приписания идут практически каждому сельхозпредпринимателю. И не раз в месяц. Бывает, по нескольку раз в неделю такие штрафы выписывают. Не лучшая ситуация и по мясному направлению. Тоже штрафуют, тоже суммы штрафов доходят до сотен тысяч рублей. Один мой знакомый фермер сейчас судится с инспектором Росельхознадзора за того, что штраф ему выписали за явно сфабрикованные инспектором нарушения. По всей видимости, значит, эта инстанция, ну, премирует своих сотрудников за выписанные штрафы. Вот они и стараются. Подкидывают, подбрасывают. Да и нельзя исключать и то, что какие-то, так сказать, инспектора могут договариваться с конкурентами предпринимателей наших, мечтающими, чтобы, ну, соседи разорились. На мой взгляд, работа Росельхознадзора должна фокусироваться на работе на границе. Там поле непаханное. Ведь постоянно в газетах пишут, откуда-то постоянно у нас всплывают партии запрещенных, санкционных так называемых продуктов. А с нашими сельхозтоваропроизводителями надо работать по правилам, декорируемым нашим государством. И, как говорит Владимир Владимирович, нежно. И не чаще, чем раз в три года проверки делать. Ведь есть более простой путь повлиять на колхозника. Без всяких штрафов. Определить, что государственная субсидия им должна выплачиваться лишь по результатам ежегодной проверки, например. Вот люди будут готовиться, все приберут, и навоз, и другие недочеты исправят. Зачем же резать кур, несущих жизнь в наше село? Здесь явно замешан коммерческий интерес инспекторов Россельхознадзора. Думаю, мы в ближайшее время попросим наши компетентные органы проверить это управление на предмет коррупционной составляющей. Вот в ряде регионов уже появились весьма громкие дела на руководителей этого ведомства. Почему мы об этом говорим? Ведь что фермерам нужно? Дайте работать и помогите со сбытом. Спасибо. С вами был Михаил Силантьев. Субтитры создавал DimaTorzok